Крупное и, судя по всему, хорошо спланированное ограбление в Петербурге. На кольцевой дороге преступники остановили инкассаторскую машину, заблокировали находившихся внутри людей и забрали, как сообщается, около 140 миллионов рублей. Деньги принадлежали банку открытия, входящему в число 50 крупнейших банков страны. И у нападавших, и у инкассаторов было оружие, но никто его не применял. На месте ЧП побывала Наталья Люблинская. Сегодня, около часа дня, инкассаторская машина двигалась по внешней стороне када. Далее, как рассказывают сотрудники банка, перед ними неожиданно стала тормозить черная иномарка. Произошло легкое столкновение. Вот вы видите бумага, частицы пластмассы. Видимо, действительно произошел небольшой удар. Машины остановились, и тут же подъехала еще иномарка. Из нее выскочили люди. Они заблокировали сотрудников банка внутри водительской кабины, заклеили им стекла. И далее двинулись к кузову, где как раз и находились деньги, предположительно 139 миллионов рублей. Взломали кузов. Вот сейчас вы можете заглянуть вовнутрь и увидеть, там даже до сих пор остался автомат, который бросили грабители. Везде валяются верлычки, идет текстовое мероприятие. По городу объявлен план перехват. Порядка пяти преступников блокировали инкассаторский автомобиль грузовой на польцевой автодороге. Во время нападения преступники свои лица скрывали масками. И, по словам очевидцев, в руках у них были предметы, похожие на автоматы. Автомат Калашникова, найденный на месте преступления, внешне выглядит как боевое оружие. Однако уже известно, что по техническим характеристикам выстрел из него было не произвести. То есть фактически грабители могли лишь угрожать. Пока что известно, что все произошло довольно быстро. Жертв и пострадавших нет. Банк подтверждает факт нападения на инкассаторскую машину. Никто из инкассаторов не пострадал. Все средства были застрахованы. Интересы клиентов банка не пострадают. Дорога в этом месте четырехполосная. Сотрудники полиции перекрыли крайнюю правую полосу и обочину. Из-за этого скопилась 10-километровая пробка. Следователи продолжают сейчас работать на месте преступления. Они изучают следы на кузове бронированной машины и собирают улики. Наталья Люблинская, Владислав Пасечко, Георгий Ильин. Первый канал. Санкт-Петербург.